Михаил Крутихин на связи с нами. Михаил, приветствую вас. Добрый день. Добрый день, Михаил. Вот в Южной Африке сегодня, я уже об этом сказал, 22 августа стартует трехдневный саммит лидеров стран-участниц БРИКС. На нем, как ожидается, обсудят ряд политических и экономических вопросов, в том числе войну России против Украины. Украинский Центр Стратегических Коммуникаций и Информационной Безопасности подчеркивает, что Россия рассматривает БРИКС прежде всего как антизападную коалицию и надеется получить в этих странах новые возможности для торговли и инвестиций, компенсируя ущерб от санкций. На эту встречу Путин не прибыл, вероятно, опасаясь международного ордера на арест. Ну и вместо него танцами в Юханисбурге встречали министра Лаврова, который уже поднаторел в этих песнях и плясках африканских туземцев. Не первый раз мы такое видим. Вот ваши ощущения по поводу БРИКС, потенциала этой структуры расшириться и стать нечто большим, нежели просто такой вот экономический ток-шоп, говорильня, скажем так. А нечто, даже может быть, альтернативу Большой Семерки, о чем замечтали в России. Мне вот это объединение напоминает еще советского времени движение неприсоединившихся государств. Что это такое, вообще никто понятия не имел, но туда включили страшное количество разных стран от Югославии до Индии, Египет, и бог знает еще кто туда входил. Но толку от этого было абсолютно никакого. Кроме конференций, заявлений, словесной шелухи всяческой, ничего не было. Вот здесь я тоже попытался представить себе, что вместе в рамках такого объединения делают эти страны. Например, Южная Африка, Бразилия и Россия. Вот именно не по отдельности, чтобы потом сказать, вы знаете, вот мы там сделали вместе то-то и то-то. А вместе именно с самого начала, то есть чтобы они вот где-то в политическом плане, в экономическом, в каком угодно, что такое совершили. Нет этого. Было предложение сделать какой-то единый банк, а может быть даже валюту БРИКС. Опять все это дело провалилось, потому что, ну, никто не хочет. Вот Индия с Китаем свои валюты выделяют для того, чтобы строить какой-то совместный банк. Ну, никак не хотят. У России на это денег нету. У Южной Африки как-то тоже большого интереса к этому не наблюдается. И поэтому это все, конечно, ветер в камышах. Вот какой-то такой идет. Не знаю, на кого это рассчитано. Ну, вероятно, где-нибудь в провинции у экрана телевизора сидят тетя Маня с дядей Васей и думают, только смотрите, как хорошо, какой у нашего государства замечательный престиж международный. Вот как здорово нас там встречают и как все замечательно. Так что это пустое. Я за этим практически даже не слежу. Неинтересно это. Ну, и, собственно, нужно понять, что, опять-таки, ценностной общности у этих нынешних участников абсолютно нет, разумеется. С одной стороны, Бразилия, как бы это ни было, но демократия, с другой стороны, главное авторитарное государство сейчас это Китай. Южная Африка тоже демократия, в принципе, которая тяготеет все свои финансовые системы, как минимум, к Западу и так далее. То есть тут непонятно, что Россия может предложить этим странам. Ну, вы знаете, когда еще был Советский Союз, он выделял очень много денег на международное какое-то объединение, даже на престиж, просто на престиж. Ну, помните, как шла такая кампания по прощению долгов различным странам? Вот они накопили страшное количество долгов за вооружение, за бог знает что. Куба, например, вот, помните, с ее долгом. Да, 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 не только, там половина Африки, там миллиарды, миллиарды, миллиарды прощали всем долги, кому только можно. Причем долги еще советского времени. И в то вот советское время, ну, были деньги, это были государственные деньги, которые выделялись специально для таких целей. Покупали целое правительство, целое государство, целое движение национально-освободительные какие-нибудь. Их кормили, кормили партии политические, коммунисты в различных странах под разными вывесками там тоже кормились. Я помню, как заместитель руководителя международного отдела ЦК КПСС, Брутенц, приезжал в Ливан, приезжал с огромным количеством чемоданов с деньгами, которые раздавали ливанским партиям, просоветским тогда. Но там был и откат. Там в самолет при его отъезде грузили картонные коробки с магнитофонами, видеомагнитофонами, телевизорами, бог знает еще чем. То есть туда-обратно шли такие вещи. А сейчас, ну, это затруднено. Во-первых, таких денег у России нет, деньги тратятся на войну. А во-вторых, вот та публика, которая могла бы подкупать чужие правительства, они рассматривают эти государственные деньги как деньги своего общака. И из своего собственного кармана тратить на какой-то там престиж. Но у России просто нету вот этих денег, чтобы создавать впечатление, что она где-то там еще играет какую-то внешнеполитическую роль. Я с сильным сомнением отношусь к таким усилиям, тем более, что они материально никак не подтверждаются. Михаил, я хотел с вами также обсудить вопрос, связанный с Крымом и с поставками бензина на полуостров, который, собственно, и, судя по всему, не смогли наладить в полной мере после подрыва Кенжского моста. Несмотря на это, власти обещали устранить проблему еще неделю назад. Местные жители массово жалуются на дефицит топлива, как сообщает радио «Свобода». По их словам, бензин периодически пропадает на заправках всех крупных топливных сетей полуострова. Одна жительница Севастополя рассказала, что горючее можно найти с трудом, а отдельные его виды отсутствуют вообще полностью. Павлик утверждает, что бизнеса нет, потому что после взрыва не пускают поезда через Керченский мост. Источник, знакомый с ходом ремонтных работ, сообщил, что движение грузовых поездов по мосту затруднено. Причина связана с трещинами одной из опор. Ну и российские власти уверяли, что железнодорожная часть не пострадала. Вот у вас есть представление, насколько это соответствует действительно, насколько сейчас Крым стал абузой для Москвы? Ну, с точки зрения моста я ничего не знаю, потому что, во-первых, я не инженер, во-вторых, я не военный специалист. Я не знаю, что там с ним происходит. Но Крым – это действительно абуза. Тем более в таких условиях, когда правительство не так давно объявляло, что если дело все так пойдет, как оно идет сейчас, то придется вводить запрет на экспорт топлива, бензина и дистоплива, потому что не будет хватать для внутренних нужд. Но не только в Крыму, но еще и по всей России. Потому что нефтяные компании как-то не очень хотят отправлять свою нефть на переработку на российские НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, а предпочитают, не тратясь на переработку, гнать вот эту нефть, какая только есть, на экспорт, пусть даже по очень невысокой цене. А правительство еще, поскольку очень много денег уходит на войну, сократило, называлось это демпферный механизм. Фактически это дотации нефтяным компаниям за счет того, что они более или менее по не слишком высокой цене реализуют бензин на АЗС внутри России. И нефтяным компаниям у них совершенно пропал интерес к тому, чтобы торговать нефтью со своими перерабатывающими заводами и вообще реализовывать где-то бензин. Поэтому вот беда, которая чувствуется автомобилистами Крыма, она отражение того, что в самой России даже происходит. И если действительно дело пойдет так и дальше, то есть добыча нефти сокращается, нефтяные компании все больше и больше продают нефть за границу, сколько могут, столько и продают, то действительно в России может быть повторится та самая картина, которая была в 90-е годы, когда в Санкт-Петербурге на АЗС продавали бензин, сделанный в Финляндии. Интересно, да-да-да. Ну вот еще одна тема по поводу месторождения серебра. Это крупнейшие в России месторождения, они расположены в Сибири, на Дальнем Востоке. И речь о том, что они могут перейти под китайский контроль. В частности, китайские инвесторы интересуются покупкой российских активов Polymetal. Об этом сообщает Financial Times глава компании Виталий Несис. Polymetal владеет предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, также в Хабарском крае, Якутии, на Чукотке. В августе сменил прописку на Казахстан и объявил о планах полностью избавиться от российского бизнеса. Речь идет о восьми рудниках, которые обеспечивают три четверти годового производства компаний. На эти активы претендует в том числе и китайский покупатель, рассказал Несис. Он добавил, что сделка неизбежно пойдет со скидкой, хотя она и не будет катастрофической. Ну вот такая конкретная тема индивидуальная, но в целом, возможно, отражает общий такой тренд, о котором мы говорим, собственно, все время существования нашего канала, о том, что Россия этой войной, бросив вызов империалистскому Западу, по сути, вошла в отношение оброка, в оброчное отношение к Китаю. И вот это такие даже не первые уже ласточки, а это вот плод этой политики как бы. Ну вот здесь кто-то заметил и сделал вот такую сделку достоянием гласности. Но я помню еще, опять-таки, в конце 90-х годов, когда в Иркутской области несколько месторождений полиметаллических руд, причем там были в некоторых месторождениях, ну, скажем, 70% всех российских запасов такого-то вот металла. Там были металлы очень редкие. И вдруг выясняется, что какая-то китайская компания, которая торговала лесом, и где-то она зарегистрирована в глубокой китайской провинции, вышла на конкурс, на лицензию по разработке вот этих самых месторождений и победила. То есть китайцам досталось. И когда спохватились и стали смотреть, а что же такое вот китайцы там приобрели, выяснилось, что китайцы приобрели доступ к стратегическим запасам полиметаллических руд. Это не только для России, а вообще для всего мира очень важные были запасы. По-моему, тогда вовремя спохватились и стали аннулировать результаты того конкурса. Но история продолжается. И поэтому китайцы, они не собираются, я думаю, влезать в Россию со своими войсками, завоевывать территорию. В 21 веке только абсолютные идиоты могут считать, что завоевание территорий каких-то – это цель прогресса собственной страны. Это не так. Китайцы завоевывают территорию экономическим способом, и если у них есть возможность коммерчески как-то начать работать с какими-то запасами, они это делают в разных странах, не только в России, а от Судана до Анголы, в той же самой Африке, и даже на Аляске, на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому это все будет продолжаться. И всегда, и в провинциях, и в федеральной власти найдутся люди, которые готовы будут отдать все, что у них есть, за хороший откат тем же самым китайцам. Так что ничего нового здесь нет, и я думаю, что это далеко не последний такой сигнал, не последняя ласточка, которая весну не делает, но картину отношений России с Китаем отражает адекватно. Ну и вот, раз мы уже затронули тему Дальнего Востока, планы Пентагона развернуть в Азии ракеты средней и меньшей дальности, и участие в них Японии создает дополнительные угрозы безопасности для Дальнего Востока России. Об этом заявил секретарь совбеза Российской Федерации Николай Патрушев. Напомню, что ранее начальный главного разведуправления Генштаба Российских Поруженных Сил Игорь Костюков заявил, что Пентагон готовится в 1928 году развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности. В качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается японский остров Ио. А, собственно, что сейчас по протоколу, собственно, что сейчас должна сделать Россия, чтобы что-то противопоставить этим планам? Потому что, собственно, опять-таки это тоже на лицо плода их деятельности, их плана такого разворота на восток. Ну вот, ответ Запада на столь агрессивную, эритарическую и не только позицию России. Ну, я думаю, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россию просто не принимают во внимание. Потому что, ну, когда Асиан собирается, когда там начинают формироваться какие-то блоки, формируется очень интересный блок с участием Японии, Соединенных Штатов. Иногда блок без участия Соединенных Штатов. Но всегда надо смотреть, участвует там Китай или не участвует. Вот там есть главный игрок – это Китай. И поэтому Россию там, на Дальнем Востоке, используют, ну, в качестве, ну, как бы, или пугало, или какой-то карты в игре в противостоянии. Вот взяли, учинили какие-то то ли учения, то ли передвижения совместных военных кораблей России и Китая близко к берегам Аляски даже. То есть вот совершенно недавно. Но китайцам это интересно, потому что они ведут очень большую игру в этом регионе. А Россия там, ну, как-то помочь китайцам, попытаться какой-то вот, ну, материал, опять ради престижа, ради показухи какой-то что-то такое сделать. Потому что российские военно-морские силы и вообще российские силы на Дальнем Востоке, они всеми остальными игроками во внимание не принимаются. Вот еще одна новость, буквально сейчас мне редактор поделилась информацией о том, что Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным, которого ждали в Анкаре, то есть если гора не идет к Магомету и так далее. Президент Турции Эрдоган собирается приехать в Российскую Федерацию для переговоров с Путиным. Об этом пишет Енис Афак, издание Турецкое, со ссылкой на источники администрации главы турецкого государства. Согласно информации полученных источников, визит Эрдогана станет наиболее важным шагом для продолжения действия соглашения о зерновом коридоре. Как известно, Бункерный не поехал на саммит Брикс в ЮАРС, отправив вместо себя грустную лошадь Лаврова. Вот так подаются это новости в пабликах. А для чего так унижать себя Эрдогану? То есть не очевиден ли такой вот гамбит Путина, вынудить его приехать? То есть что вообще Эрдогану в этом нужно, что он готов аж прилететь в Москву? И не можно ли тут ожидать очередного подвоха, что даже после его прибытия в Москву Путин кинет своего турецкого коллегу? Нет, ну на то, что слово Путина невозможно рассчитывать. Он уже столько раз нарушал все свои слова, обязательства. И вообще врал сначала до конца своего президентского срока, всех президентских сроков. А у Эрдогана, я думаю, что есть очень серьезное задание, которое он должен выполнить не только Турцию, а очень многих стран беспокоить то, что происходит в бассейне Черного моря. Потому что когда мы видим, что противостояние Украины и России там дошло до такого, не просто там зерновая сделка отменилась, а уже просто идут угрозы судоходству, заходу в порты, украинские порты, под ударом России, российские порты, которым тоже стала угрожать Украина, в ответ Новороссийск, например. И у Эрдогана послание. Надо с этим завязывать, надо кончать. Почему? Во-первых, через тот же самый Новороссийск на экспорт идет нефть, которую в Казахстане добывают китайские компании, итальянские, американские компании, европейцы. Это не только казахстанская нефть идет по трубе КТК, так называемой, и потом экспортируется через Новороссийск. Если вот будет затруднено сообщение, танкерное сообщение в Черном море, то это будет гораздо серьезнее, чем какая-то зерновая сделка. И вот, я думаю, нажим, который, ну, скорее всего, делегировали полномочия Эрдогану все от китайцев до запада, с тем, чтобы поставить Путину ультиматум. Кончайте, завязывайте вообще с этим. Черное море не только вам принадлежит, и здесь, в общем-то, есть интересы очень серьезных игроков, а не только вот ваших крейсеров Москва покойного или еще кого-то. Михаил, я хотел вот, остаюсь еще несколько минут с вами. Я уже с предыдущим гостем Евгением Чичваркиным поднимал эту тему. Это важная тема. Хотел с вами ее тоже обсуждить в контексте сейчас потуг Кремля. В первую очередь, убедить в этом весь мир, что Россия готова и может продолжать войну бесконечно и готовиться к затяжной войне и дальнейшим мобилизационным волнам. И вот просто опять не могу не процитировать недавний комментарий в соцсетях я от Владислава Иноземцева, известного вам. И хотел бы услышать ваше мнение. Разделяете ли вы его следующий пессимизм? Пишет, что, к сожалению, все больше утверждаюсь во мнении, что ничего в России не изменится. Бедняки будут производить... Не крякнется. Он выразился не совсем политкорректно. Бедняки будут производить мужчин и парней на убой. Путин будет этим пользоваться, всякий раз не доводя ситуацию до точки кипения, как сейчас с курсом рубля. А украинцы будут безуспешно пытаться выбить русские войска, пока это окончательно не надоест Западу. Никакого разгрома Кремля не случится на фронте. Путин откинет ласты в начале 30-х. Российская оппозиция в изгнании перестанет быть интересной даже сама себе. Нет, ну с чем это можно согласиться? Можно согласиться с тем, что в России не видно каких-то предпосылок для массового недовольства, для выхода людей на улицы в массовом порядке, для протеста против того, что происходит. Но я думаю, что это делается только потому, что, да, людей, понимающих, что происходит, все больше, больше и больше, особенно среди молодежи, среди тех, кто в интернет все-таки выходит. Но люди в России находятся на положении заложников. То есть массовый террор против людей, вот уже выходящий на уровень какого-то сталинского, когда люди боятся по телефону друг с другом разговаривать, не только за границей, а еще и друг с другом, и вообще сидят, молчат. И вот если нас сейчас лишат какой-то последней вот кормушки, у которой мы там сидим со своей ипотекой в своей компании, в своей организации, учреждении и так далее, то есть народ просто боится. Это атмосфера страха. Вот можно, конечно, с пренебрежением, как слава иноземцев, относиться к массе наших соотечественников, которые живут вот в этой атмосфере страха, и говорят, что вот они там нарожают новое пушечное мясо и так далее. Но у меня другие чувства все это вызывает. Это острейшая жалость и какое-то чувство отчаяния, потому что жить в зоне постоянно и жить в атмосфере страха и лжи, вот это необыкновенно тяжело. Мне очень трудно разговаривать по телефону со своими родственниками, с друзьями, которые просто не могут говорить, не могут говорить правду. А выйти на улицы, это опять будет подавление со стороны путинских карателей каких-то. Все боятся. Да, я слышал, да, вы говорили недавно в своем интервью о том, что люди занимаются уже самоцензурой. Даже люди, которые не представляют интереса властям, и сложно себе представить, что они, собственно, могут быть под колпаком. Тем не менее, никто, что называется, no one wants to take chances, никто не хочет рисковать. Вот такая еще одна, знаете, новость о том, что Суровикин таки освобожден от должности командующего ВКС, оставлен в распоряжении Министерства обороны. Об этом пишет Алексей Венедиктов, инагент, со ссылкой на указ. Вот ранее просто об этом передавали, если не ошибаюсь, Bloomberg об этом писала. Ну вот, все-таки подтверждена эта информация, что это, собственно, так. Ну а вот тогда у нас остается буквально пару минут, Михаил. Вот обсуждая эту тему растягивания войны надолго, вот с Евгением Чичваркиным, нашим предыдущим гостем, он сказал, что Путин постоянно во всем и всем врет. Вот, и даже вот эта идея, что Россия может воевать бесконечно, ему кажется, она нереальная, речь все равно идет там год, максимум полтора. Ну тогда мы говорим о том, кто кого все-таки, да, пересидит ли Путин этих западных лидеров, эту коалицию Рамштайн, Джо Байдена, или не пересидит. И тут тоже война на истощение. Ну, предсказывать здесь вообще ничего, конечно, невозможно. Сюрпризов слишком много может быть. Но у меня такое впечатление, что со стороны России, вот в этой войне, если учитывать планы всеобщей мобилизации, то бросать на фронт будут плохо обученных, плохо вооруженных людей, которые действительно, это живая сила, которые на бруствер там лягут где-нибудь, или в окопе где-то лягут, и что они могут сделать против техники, против танков, против кассетных бомб, против серьезного вооружения, которое, я думаю, что вот скоро и F-16 будет, может быть, в начале следующего года или до конца даже этого года у украинских вооруженных сил. И против этого боюсь, что России, кроме как живой силы, противопоставить нечего. И говорит, ну, трудно сказать, в каком виде будет проиграна война, но то, что вот она сейчас уже проиграна, для меня очевидно, потому что вот, несмотря ни на что, продвижение, так называемые, успехи российских вооруженных сил на фронте, они, ну, смешные. Ну, где-то взять 20 метров, ну, 500 метров где-то, за несколько месяцев отвоевать и продвинуться вперед, но это для... это не армия великой державы. Думаю, что вот разгром этой армии, рано или поздно, он неизбежен. И пушечным мясом там закрыть прорывы не удастся. Михаил Крутихин, спасибо, что поделились вашим предчувствием, возможно, даже осторожным предсказанием. Спасибо большое, что были нашим гостем. Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, историк и востоковед. Дякую.